Реализовать собственный крупный проект при поддержке государства возможно. Для этого необходимо принять участие в конкурсе на получение президентских грантов. Для тех, кто хочет повысить качество жизни на родной земле, в регионе действует тренинговая программа. В первую очередь она ориентирована на работу с представителями некоммерческих организаций. Специалисты рассказывают активистам, как правильно преподносить свои идеи и оформлять проекты, чтобы шанс победы в состязании за гранты был максимальным. Мы уже третий год проводим обучение для некоммерческих организаций. Называется она «Школа НКО. От идеи до реализации проекта». Мы обучаем гражданских активистов, не только как юридических лиц, но и кто хочет организовать некоммерческую организацию, как написать проект, как идею оформить заявку, подать проект, получить финансирование в либо фонде президентских грантов, либо в президентском фонде культурных инициатив. Сейчас в группах обучается порядка 320 активистов. Тематика их проектов самая разная – спорт, социальное обслуживание, экология, правовая помощь и многие другие. Слушатели учат не только грамотно составлять проекты, но и правильно прописывать календарные планы, формировать бюджет, обеспечивать информационное сопровождение, чтобы об идее узнали как можно больше экспертов. Кроме специалистов ресурсных центров, своими знаниями активно делятся и те, кому уже удавалось победить в конкурсе. Среди них Вячеслав Рябцов. Мы несколько раз участвовали в конкурсе фонда президентских грантов, получали поддержку на свою инициативу в 2020 году. Проект назывался «Связь поколений». Суть его краткая – это то, что молодежь обучала старшее поколение компьютерной гранатности. Когда есть к кому обратиться за получением опыта, за получением комментариев, для усиления каких-то вещей в заявке – это всегда хорошо. Мы пишем в основном заявку самостоятельно, всегда обращаемся к экспертам. За последние пять лет 668 проектов социально ориентированных НКО региона получили президентские гранты на реализацию. Самарская область традиционно входит в десятку лучших регионов страны по поддержке социально ориентированного некоммерческого сектора. Ольга Павлова, Александр Кочетов, Игорь Казановский. События.